Мы уже приехали к Сады Бирея. Добирались мы, конечно, как до чёрта на куличках, там так говорится. И дорога была отвратительная, но мы приехали, сейчас припарковали машину. Хочу вам показать место, возле которого мы припарковали машину, оно не менее магическое сейчас. Если честно, у меня даже немножечко мурашки по коже. Пишет один источник, около 10 лет православная церковь пыталась реставрировать и, в общем, взять под свою опеку этот дворец, но в конце концов на аукционе выкупил его приятный предприниматель, частный предприниматель. Я похожа на Лару Крофт? Ты выкопанная Лару Крофт. Не, я на камере ничего не вижу. Ну, запущен. Нет, просто тут никого нет. Ну, потому что это не террористическое место. Глянь, какое огромное дерево. У меня просто немножечко вот предчувствие такое. Я постоянно думаю, что мы сейчас находимся в каком-то фильме. Ну, типа как в фильме, знаешь, молодая пара идет. Да, но это не фильм. Видишь, сюда гуляют люди. Нет, тогда просто дорожка была сделана специально. Там еще какой-то дом. Мы, кстати, его даже не заметили. Просто мне бы немножечко грело душу, если был бы еще один человек. А вон там кто-то сидит наверху, видишь? Иди. Выйди сиди. Там не ходи сиди. Выглядит красиво. О чем ты говоришь? Выглядит красиво. Угу. Блин, ну как можно такую красоту просто запустить? Что в таком месте? То, что кто-то приехал, короче, в замок за наследством сидеть и собрать. Да, только мы не за наследством, мы полгозеть приехали. Да. Вот знаешь, и вот ощущения типа... А вон, Мали бежать. Зараз мы их будем и показывать, а хай проводить экскурсии нам. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту. А тамtwo-ту, ту-ту, ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Маленьки–су шампировалась. Вон, мailка, малька, му. Ту-ту. Ту-ту-ту, ту-ту. Урасти. Ту-ту, ту-ту. Ту-ту-ту. Я когда такие вещи бачу, занадбали, у меня просто сердце кровью отбивалось. Прикиньте, сколько тут было грошей вкладано, это было круто. А, это уже и розетки были. Обморочная комната? Тут обережно, потому что они даже сказали, что можно провалиться. Да? Там есть подвал и на третьем поверхности обваливаются. Ластевки генезоз плывали. Нет, это могла для молитвы быть комната. Это могла была маленькая плывка, а раньше я работала. Это летакло. У меня не особо приятные эмоции, если честно. Я не... Оно выглядит классно. Мы проходим такие... Просто идем по дорожке зеленая, лес вокруг. А тут такой замок, и ты такой... Воу! Но потом у меня вот это... Я либо перечитала всяких таких историй мистических или фильмов, пересмотрела, но у меня такое... Ну, не знаю. Ты врываешься как бы в тяжелую историю. Ну, я еще сразу начинаю себе придумывать кучу всяких, что там какая-то женщина умерла давным-давно, знаешь, и ходит по тому замку. У них не сложилась жизнь мужа, потому что он ее предал, и он изменил ей в ее же спальне. Короче... Жена его и замуровала стену. Да, жена его замуровала стену, а сама, короче, погибла. Обычно наоборот. Ты не знаешь, как это происходило раньше. Просто оно красиво, ощущаешь, будто ты в какой-то... находишься истории, не твоей истории. Но немножечко мне вот перехватывает дыхание, мне сложно. Поэтому я хочу уже идти. Идем. Приезжав правонук? Да. Подивился, что-то. И ничего не захотел. Ну, ничего не захотел, не забрати, отмолился от этого всего. И продалится все кому-то. В общем, мы уже в машине, поэтому можно рассказать свои впечатления. Я уже немного успокоилась. Я зашла в интернет. Захотела почитать по поводу этого здания. Если честно, если бы я сделала это раньше, я бы в это здание просто бы не пошла. Серьезно. Я очень впечатлительна для таких вещей. В общем, ребят, это здание раньше использовали вообще как свинарник. Да, за времена советской власти это здание использовали как свинарник. Потом, в 1995 году это здание дали психиатрической больнице. Потом шли переговоры за то, чтобы это здание забрать в психиатрической больнице. В том же году передали в пользование зооветеринарного комплекса. Да, то есть психиатрическая больница... Нет, свинарник. Психиатрическая больница. Зооветеринарный комплекс. Женский монастырь. После этого, в ту же, в 1995 году передали его в пользование церкви. То есть передали его церкви. После этого он уже в 2008 году оказался в частной собственности у просто обычного человека. И поэтому сейчас с ним ничего не могут делать с этим замком, не реставрировать, ничего. Потому что власть не может никак на это повлиять, так как замок находится в частной собственности. И пока этот частник не продаст его государству, то ничего там делать нельзя. Вы видели, в каком он состоянии. Люди его просто рушат. Нам даже местный рассказал, что приходили люди с этими металлоискателями. Долбят стены, потому что там что-то пикает. И в конце концов они ничего не находят, но замок рушат. И он рушится сам. Нереальная площадь, нереальное место, но вызывает у меня очень смешанные эмоции. И чтобы вы понимали, этот замок был продан на аукционе этому частному лицу. Знаете за сколько? За 350 тысяч гривен. Это плюс-минус 13 тысяч долларов. 13 тысяч долларов в такое поместье. Просто. Типа, что? I don't understand. В общем, ребят, я пока монтировала видео, обнаружила такую штуку, что я не записала просто концовку. И получается, что как-то видео резко обрывается. То здесь было про Сады Бурея. А здесь вы видите, как я вам рассказываю, что я не записала концовку. Так что, ну, ничего страшного. Как бы. На самом деле, этот влог, это только фрагмент от еще одного крутого, небольшого влога, который я готовлю для вас. И он выйдет сразу же после этого видео. Про нашу спонтанную поездку на выходных. По поводу впечатлений, я думаю, что вы все увидели в видео. Я, так сказать, не скрывала свои впечатления, свои эмоции. Нам действительно пришлось по душе это место, потому что оно тихое, оно не туристическое, а мы такие места любим. Но оно имеет свою вот эту вот мистическую, так сказать, нотку, которая меня немножечко выбивает, потому что я человек очень впечатлительный. Поэтому у меня были смешанные эмоции. Так что, единственное, что действительно я соглашусь с Колей, что очень обидно, что такие прекрасные места, такую офигенную архитектуру, никак не реставрируют, не пытаются что-то с ней сделать, чтобы сохранить это наследие. А нашим нащадкам, как будут нащадки на русском? Наследникам. Да, нашим наследникам, нашим наследникам следующему поколению остаются вот эти вот безвкусные здания, которые, такое ощущение, что строит один архитектор. Типа, все под одну линеечку. Вот, это обидно. Человека вдохновляет красота. И вот лично для меня я вижу эту красоту вот в таких подобных зданиях, строениях архитектурных. Именно поэтому среди всех городов Украины мне очень нравится Львов за счет своей аутентичности и архитектурности. Но, как вы видите, это либо дорого, либо это никому не нужно, либо никто не хочет этим заниматься, либо не видят перспективы в этом, поэтому таким не занимаются, а просто строят вот эти вот огромные многоэтажки, которые абсолютно безвкусные, абсолютно унылые, серые. И да, мне очень жалко следующее поколение, которое... следующее поколение, которые уже не застанут этот архитектурный amazing. Так что мы кайфанули, реально. И надеемся, вы тоже кайфанули вместе с нами. Так что, если вам нравится наше путешествие, не забудь поддержать видео своим пальцем вверх, напиши любой, абсолютно любой комментарий. Подпишись на канал, если еще не подписан или не подписана. И мы встретимся с вами уже в следующем видео-влоге. А чтобы его не пропустить и увидеть первым, тогда просто нажмите на колокольчик. Тогда все уведомления о новых видео вы будете получать первыми. Субтитры сделал DimaTorzok